Радио 54 А есть разновидности ситуативные танца, например, ритуальные какие-то, один танец танцуется на свадьбу, например, другой на другой какой-то праздник, третий призывая дождь, например, не знаю. У нас главным танцем считается танец картули. Это совершенство грузинской хореографии. Это танец, который традиционный. Мы танцуем на свадьбах. Грузинские танцы сами себе зажигательны и показывают мужество мужчин и достойность женщин. Есть также танец хорума. Это военный танец. Там более резкий движение. Там есть этот сюжет. Сам танец рассказывают в истории, как там расслеживали время войны. Есть у нас танец сванули. Сванули это из региона Сванети, который у нас в Грузии. Это более такой жесткий мужской танец. Есть еще, Леван, продолжай. Есть танец Рачули, например. Происходит этот танец из региона Рача. И Рача это село. Да, это такой деревенский танец. Там показывают, как они заигрываются. Вот мальчик с девочком там возле деревни и проводит. То есть это прям целая история, да, такая? Да, у каждого танца есть своя история, свое обычное. И движения наверняка не что-то означают все, да? Да. Каждое движение имеет смысл. И в каждом регионе Грузии движения разные. И танец сам показывает, как раньше жили народы Грузии. А вот, например, самое знаменитое движение, которое все знают, да? Да, вот это, да. Когда ты одну руку сгибаешь в локте, а другую вытягиваешь. Что это обозначает? Это, наверное, самое стереотипное движение. Да, да, да. И наверняка оно у вас, не знаю, с лезгинкой, наверное, ассоциируется. Но на самом деле... На самом деле лезгинка не грузинский танец. Вот это да. Многие думают, что грузинский, но на самом деле нет. В грузинских танцах этого движения нет, да? Нет, похожие есть, просто они не в кулаках, а раскрывают. Есть похожие движения. Вот название лезгинка. Лезгинка идет название от лезгинских народов. Вы точно, чтобы не сильно не путаться, вот назвали всех кавказских танцев лезгинка. И грузинский, и азербайджанский, и армянский, и кавказский, и все чеченские. Но это не так, на самом деле. Это не так. Вот у каждого танца есть свою историю. Похожие движения есть в грузинском танце. Что оно обозначает? Есть, да, есть. Нет, это регион общий, конечно, там друг друга похожи, эти движения. Но все равно они друг друга все равно отличаются. Отличаются, отличаются. Не хотят, ребята, раскрывать мне тайный смысл танца. Все, все, видимо, очень секретно. Давайте тогда про музыку поговорим. Ее особенности тоже от региона к региону отличаются, и от традиций к традиции. Какие инструменты используются? Нет, у нас, да, конечно, есть народные инструменты. Саламури, пандури, они из разного региона. На что похожи из нам привычных инструментов популярных европейских? Ну, смотрите, мы с собой взяли доли, это барабан. Вот, пандури, это, ну, как сказать, ну, гитара. Гитара, струнный инструмент. Да, струнный инструмент. Ну, это фольклорный инструмент. Фольклорный, да. Потом, что у нас саламури есть, это более такой... Духовой инструмент. Духовой инструмент. Миндзя нам сейчас покажет, чем отличаются танцы по звуку. Да, по звуку у нас вот в каждом танце есть свой ритм. Вот, например, танец Ача-рули. Давай, Миндзя, продемонстрируй. Это был танец Ача-рули. Такой средний темп, не быстрый, не медленный, я бы сказал. Вот, если ты у лури, там более уже такой быстрый, не зажигательный темп. Так. Довольно сложно сидеть на одном месте, когда звучат такие ритмы. Вот, в темпе лезгинки, вот, например, отличается. Вот там уже чуть-чуть другой ритм идет. Вообще, вот, в Кавказе с палками больше, с помощью палками они играют. Ну, мы больше с рукой стараемся грузить. Вот, например, лезгинка. Здорово. Класс. Еще мы хотели попросить Миндзя спеть, потому что, как известно из всем известного фильма, каждый грузин должен хорошо петь. Это, наверное, стереотип какой-то, но как бы так и есть. Ну, вы пригласили танцевальный коллектив, но мы постараемся, это наглостно от нашей стороны. Мне кажется, каждый грузин, мне кажется, умеет хорошо петь. Ну, это вам надо доказать, да. Давай, Леван. Давай, три, четыре и... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.